Всем привет! Начинаю свой влог и сейчас мы едем в Портленд к юристу спрашивать, консультироваться насчет того, как нам здесь можно остаться. Кстати, первый раз едем на вот этой машине, перегружаемся сюда и отправляемся в путь. Нам около трех часов езды, так что сейчас еще утро и консультация у нас аж в обед. Мы сейчас на заправке, уже на подъезде к Портленду, но загорелась лампочка, так что пришлось таки заехать, немножко отдохнули. И смотрите, где мы? Мы в Ванкувере. Но Ванкувер, оказывается, есть не только в Канаде, хотя нам до него тоже здесь просто рукой подать от того места, где мы живем, а и в штате Вашингтон, в Америке. И, кстати, у меня отсюда даже есть подписчица, так что, привет! Вышли мы только что от юриста. В общем, новости не очень, потому что предлога остаться, как беженцы, у нас пока, видимо, нет. Поэтому единственный способ это устроиться на работу. Буду больше еще узнавать в этом направлении. А сейчас погуляем еще немножко по Деме, Портленду. И, ну, чтобы не зря уже сюда приезжать, и будем ехать назад домой. Я тут заметила одну интересную вещь, хотела с Вами поделиться. Видите, здесь вот просто переход, то есть без светофора. Но есть кнопочка такая, и если Вы хотите перейти, то можно на нее нажать, и тогда перед машинами загорается желтые лампочки. И это значит, что нужно остановиться. Естественно, на переходе в любом случае нужно останавливаться. Но так как дорога здесь не самая маленькая, по две полосы в каждую сторону, то дополнительно еще включается сигнал для того, чтобы они уж точно остановились. И реально все сразу останавливаются вот так. Настолько безопасные здесь переходы, что помимо обычной зебры еще и включаются вот эти маячки. Так что даже с коляской не страшно переходить дорогу. Привет! Сегодня я первый раз еду за рулем сама с Марком. И мы поедем на ферму кенгуру. Я нашла здесь недалеко от такой фермы. Интересно очень. Я никогда вживую кенгуру раньше не видела, даже в зоопарках. Вот так что очень интересно. У нас сегодня правда погода такая очень пасмурная и шел дождь. Но вроде как до вечера больше дождя быть не должно. Так что вот мы выбрались. И вчера мы приехали, наверное, в полдвенадцатого утра аж домой из Портленда. Очень как-то длинная была дорога. Потом еще заехали к родственникам. В общем, в итоге маленький лег спать в двенадцать. И это самое позднее время за, наверное, всю его жизнь. Я переживала, как он будет сегодня спать. И сегодня он проспал до полодиннадцатого утра аж. Не просыпался всю ночь. Так что сегодня у нас дневного сна, думаю, не будет уже. И, ну, разве что он по дороге, может, немножко заснет. Вчера вот только по пути туда и назад один раз где-то по полчасика. То есть туда один раз и обратно поспал по полчасика. Вот. И сегодня я уже занесла, знаете, свои вещи в машину. Так пораскладывала все везде. Понастраивалась здесь все под себя. Потому что в машину мужа как-то ничего не заносила. Постоянно все возила с собой. Если он у нас где-то высаживал, то у меня всегда с собой была и сменная одежда, и куча памперсов, и куча еды. И сейчас очень удобно, что я все это могу оставить в машине. Так как далеко мы отходить не будем. И уже возить с собой там, можно сказать, пустую коляску только с ребенком. И я никогда не снимала видео, что в моей машине. Мне кажется, мало очень информации для этого. Так что сейчас вам быстренько покажу, что я взяла сюда положить. И еще покажу, что мы берем с собой. Ну, обычно из вот таких вот перекусов. Так что вот смотрите. Бардачок вот сюда. Я пока положила, вот я в прошлом влоге вам показывала правила дорожные штата Вашингтон. Здесь разные бумажки по машине. Это мои визитки. Лилия Бойко. Я раньше их носила в сумочке постоянно, но они... Так, это не то. Вот. Но они постоянно много места занимали. Так что, кстати, кто не видел мою визитку, вот так она выглядит. Здесь вот все мои социальные сети. Конечно же, на первом месте YouTube. Мой логотип. А здесь фотографию, чтобы уж точно все запомнили, чья это визитка. Вот. Да, и у блогеров есть визитки. Все, уже пора ехать, говорит. Дальше селфи-палка. Сейчас я ее редко пользуюсь, но нужно привыкать. Взяла метр, спросила у мамы там разные ее объемы. И хочу купить что-то, передать посылкой в Украину. Ну, из одежды я имею ввиду. Санитайзер, на всякий случай. Так, и наверняка... Ага, и вот еще. Я не часто беру с собой эти пудру. И вот этими вот бумажечками, которые впитывают жир, промыкаю лицо, если вот сильно жарко. Потому что пудра много места занимает. И мне брать облом. Вот. И еще взяла вот запас памперсов. Здесь так достаточно. И сменную ему одежду. Носочки, штанишки, футболочку и кофточку. Положу, наверное, это в багажник. А вот насчет еды. Я в последнее время часто пеку такие панкейки. Знаете, это не блинчики, а поменьше в сковороде. Они, ну, побольше, чем оладки. Но суть та же. И вот так вот режу кусочками ему. Вот такие они. Вот. И даю погрызть. Мне кажется... Да. Хочешь? На. На. Ну, все. Довольный. Да. Вот так. И, ну, я считаю, что я сама их пеку. Это здоровее, чем там разные покупные вкусняшки. Когда нужно... Если он сильно нервничает в машине или просто там в коляске, то могу их давать. Также у нас всегда с собой... Это уже не вот эти штучки, а коробочка от них. Вот такие кукурузные шарики. Кикс называется. Там, в принципе, по составу это самые лучшие шарики из всего, что я нашла. И, кстати, вот специально для них. Если вы, может, не видели. Я таких у нас как-то не видела. Вот такие вот чашечки. Видите? Туда ручкой он может достать их. И они не рассыпаются. Ну, конечно, сейчас он уже научился снимать эту крышку. Это вообще не сложно. И высыпать все, что там есть. Поэтому я не насыпаю уже полную чашку. А вот беру с собой эту вот штуку, которая закрывается. Он ее еще не умеет открывать. И сюда насыпаю порционно. Дальше водичка его. Конечно же. Вот с трубочкой. Вот такие сырочки. Ест и ребенок, и я. Это сырочки моцарелла. Я уже показывала во влоге. Очень удобная упаковка. Ложечка. Ложечка. Одноразовая. Соломка. Тоже, мне кажется, из такого, что можно погрызть. Там бублики, соломка, да. Самая безобидная. Вода мне. И сейчас я вот недавно сделала винегрет. Так. Так сложно. Не могу его что-то открыть. Короче, ну у меня там картошка разварилась. Так что это какая-то кашица получилась. Но все равно здоровая еда. Это и мне, и ему. Беру вот в таком небольшом судочке тоже одноразовом. И это все. И еду я держу здесь. Потому что если там он начнет нервничать за рулем, то я буду поочередно давать то вот эти шарики, то соломку, то водичку. В общем, как-то будем справляться. Сейчас нам ехать, в принципе, недалеко. В общем, ребята, я что-то не въезжаю. Но навигатор меня привел вот сюда. И говорит, что нужно было повернуть направо. Вот я направо повернула. И что вот мы уже прибыли. Как видите, здесь вот везде лес. Это такая сельская местность. И я думаю, что, возможно, ферма кенгуру это вот это вот. Но что-то кенгуру я там не наблюдаю. Короче, сейчас, наверное, проедем еще немножко туда вперед. И будем что-то искать. Так, Марк, на. На. Уже не хочет. Вообще, я поняла, что мне сложно как-то доверять технике. И ездить только по навигатору. Вдруг что-то случится с телефоном или разрядится. Хотя я, конечно, заряжаю. На, бубочки. На. Вот. Вот. Но вдруг разрядится. И как я тогда выйду из этой деревни, я просто не представляю. Думаю, нужно купить карту какую-то такую бумажную. И по старинке, знаете, чтобы иметь на всякий случай что-то. Да. Ладно. Поедем. Мы проедемся вот туда. Еще. В этот лес. Но никакого знака, ничего о кенгуру я не вижу. Или, может, позвоните им. Все. Мы купили билет. Деткам бесплатно. Мне стоимость входа 10 долларов. И в 2 часа здесь как раз начнется экскурсия. Длительностью около 45 минут. Здесь не только кенгуру, а и разные лемуры, и другие экзотические животные. Так что я буду все снимать, но вряд ли смогу комментировать. Смотрите, какой знак. Кенгуру переходит дорогу. В общем, много всего интересного. Так что оставайтесь, смотрите. Нас пустили прямо в загородку к кенгуру. Конечно, когда толпа вся зашла, то они разбежались кто куда, боятся. Но вот там, видите, есть один. И вообще, в общем, их здесь много. Все. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И не слышно было из-за него даже гида Вот, так что мы уже вышли Видите, вот там сверху Тоже живности куча Вот, и будем сейчас, наверное, ехать в магазин Вот как только вышли И Марк успокоился Золотой ребенок сейчас теперь сидит в коляске Спокойненько А там, ну ничего Кенгуру мы увидели, то ради чего приезжали А остальные животные Там уже разные и козы Здесь даже в зоопарке И там ослики Кони, лошади Ну, то есть, в принципе Более для нас Такие привычные животные Вот, сейчас будем ехать в магазин Теперь, когда у меня есть машина Это моя теперь обязанность Закупаться продуктами И, в принципе, это хорошо Потому что я сама смогу выбрать себе то, что захочу Но в плане того, что по времени Конечно, будет занимать много Это да Потому что, о, смотрите Вот там вот еще распустил как раз перья Видите? Красота Класс Так что сейчас у меня Помимо YouTube Я еще занимаюсь Амазоном Потому что мы уже сейчас мало времени Еще визой рабочей Еще разными продуктами Закупками Так что времени вообще просто в обрез На улице ливень конкретный Поэтому я все покупки из Волмарта Оставлю в багажнике Сейчас нет времени И желания все это заносить Муж потом занесет А я вам потом покажу Что из такого интересного я прикупила Но ходить в большие магазины Самостоятельно Это прям очень сложно Намного легче написать список мужа И чтобы он купил все строго по списку Потому что там Такое разнообразие всяких вкусняшек И сладостей Что я просто горжусь своей силой воли Что я реально выдержала такие-то испытания И ничего себе такого не купила Вкусненького Потому что я понимаю Американок Которые полнеют здесь Потому что это просто Очень сложно Оставаться здесь в форме Разнообразие еды Огромное И у разных шоколадок Вкусняшек Печений И так далее Еще больше Так что Я из-за этого хочу в Украину А то боюсь Себя боюсь Итак Вот часть того Что я купила По крайней мере Это самое интересное Во-первых Соусы Это греческий Соус Вот Йогуртовый К салату Как цезарь Например Сырный С лимоном Очень вкусный Есть еще Мне кажется Похожего вкуса Соус Тартар Но Здесь Я пробовала Вот такого плана И здесь Кстати Калорий Всего 60 На Вот 2 Столовые ложки В то время Как С тем Маслом Которым я сейчас Заправляю салат Там 200 с чем-то Аж калорий Вот тоже На Такое же количество Этого масла Поэтому Этот он будет полегче И думаю повкуснее Следующие соусы Обычно Делают С курицей Вот это Соус Торияки Он Очень Интересный вкус Имеет Здесь Видите С добавлением Сока Ананаса И получается Он сладковатый В нем Сначала Маринуют Курицу Ну или говядину Но курицу Мне например Больше нравится Маринуют В течении 30 минут Но можно Оставить и на ночь К примеру И потом Уже готовую курицу Подают С соусом Барбекю Это Вот видите Оригинальный соус Написано То есть Классический Американский Соус Барбекю Они есть Разных фирм Я пока не знаю Какой лучше Просто Пробую Все подряд Взяла Небольшие упаковочки Для того чтобы Попробовать Если что Поменять Следующее Следующее И так далее Так что Рекомендую Вот эти два Совмещать Очень вкусно Получается Продолжаю Пробовать Молоко Не коровье А вот Какое-то другое У нас Не очень большой выбор А здесь Просто их Миллион разных Видов Разновидностей Вот это Миндальное молоко Я о нем Уже рассказывала И кстати Почему я пришла На это молоко Во-первых Потому что Здесь вообще Ноль процентов Жидности Нет холестерина И калорий Намного меньше Чем в молоке Коровье Здесь всего 30 калорий На чашку А здесь На стакан Здесь 45 И они Оба Без Сахара Ну Намного здоровее Да Вот Конечно Это молоко Кокосовое Как видите Оно намного Вкуснее Чем миндальное Но Оба эти молока Называются молоком Только наверное Из-за цвета Ничего общего С коровьим Молоком Не имеет Но достаточно Вкусное Тоже Как альтернатива Можно попробовать Это сладкая Картошка Я покажу Уже в готовом виде Как она выглядит Ее конечно Еще немножко Подслачивает Сахара Добавляет Но я хочу Просто попробовать Она такого Прямо Оранжевого Цвета Я Вот видите Здесь Немножко Видно Я уже пробовала Ее И вот Стало интересно Приготовить Самостоятельно Это что-то Среднее Между десертом И Ну как Обычной Едой У нас Такой картошки Я вообще Не видела Ну и Кокос Это не Необычно Почему Решила показать Потому что Мы вот теперь Ломаем голову Как же его Ломать То есть Почистить Муж Муж Говорит У нас же Ведь Нет Специальных Инструментов Так что Я купила А теперь А здесь Кстати Смотрите Показана Последовательность Как делать Ну видите Вот такая вот штука Это специальная Для кокоса И вот Ее у нас Нет Можно конечно Попробовать Вот этой Штукой Которую Там Открывает Вино И так далее В причинном Ножике Должна быть Но Вот я даже Не знала Как правильно Резать кокос Видите Здесь прям Целая инструкция Как открывать Кокос Интересно Все Будем пробовать Завтра Вот И сейчас Буду тренироваться Укладывать Маленького То есть Сначала укладывать Потом тренироваться А потом Делать свои дела И ложиться спать Сегодня у нас Воскресенье И погодка Не очень Целый день Дождь И около 13 всего Градусов Так что Самое время Для шопинга И для того Чтобы я себя Свободнее чувствовала Для того Чтобы отдохнула Муж Забрал ребенка И уехал К родственникам А я Поехала По За шмотками Хочу заехать В Норсамрек Потом На 200 СЕС В Сеатл Премиум Аутлетс Хочу Посмотреть Что там Маме И передать Взяла ее Параметры И буду Присматриваться А сейчас Заехала Вот в магазин Бабушка Помните Я Показывала Его Уже В одном из Влогов Это Русский Магазин Называется Здесь у нас Единственный В Мэрисфилле И хочу Купить Гречку Там Потому что В Волмарте Я вчера Гречку Сколько искала Так и не нашла Не знаю Может там еще Что-то Может хлеб Такой знаете Твердый Хороший Тоже возьму Немецкий Типа Вот Так что Пойду туда А потом По магазинам Планы изменились Родственники Пригласили нас На суши Какие-то Очень вкусные Так что Сейчас будем Ехать в Эверет И жду Мужа Вот Приехала на заправку Какую-то 76 называется Вот И он меня Здесь заберет Машину оставим И поедем Кушать суши Не знаю Теперь успею ли я Сегодня по магазинам У нас На этой неделе Только во вторник Будет нормальная погода Остальные дни Постоянно дождь Так что Может Перенесу на вторник Мои планы Но зато Полаковлюсь Суши Продолжение следует... Продолжение следует... Привет Сегодня у нас день На выезде И я собрала дела Которые нужно Сделать за эту неделю В смысле Куда съездить И решила Все поместить В один день Очень надеюсь Что я успею Сейчас мы В... На почте Это другая почта В Эверетте Я в середине Не снимала Там все очень похоже На ту Которую у нас В Мэрисвилле Вот И мне пришло Пришло уведомление Что нужно Забрать посылку Я все не могла Понять от кого Потому что Я... Ну обычно Они доставляют домой Но видимо Нас дома не было И вот посылка Из Москвы Я все равно Не могла понять Долго Что же это Но потом уже Когда Подняла пакет Он такой Увесистый Достаточно И поняла Что это Прислали книжки От издательства Миф Вообще Со мной сейчас Контактирует Некоторые компании Но когда узнают Что я в Америке То Ну естественно Там спрашивают Когда мы вернемся И ничего не высылают На обзор А миф Все-таки Выслали Сказали Что ну В Америке Окей Мы вам туда вышли Я конечно Не отказывалась И вот Жизнь Мини Мотов Это какая-то Детская книжечка Быстренько Просмотрю Так Марк Скоро-скоро А здесь По-моему Можно что-то Вырезать Такое Или раскрашивать В общем Это издательство Очень прикольно Тем что у них Очень качественная Качественная бумага Яркие картинки И поэтому Или вот это А вот Раскраска с наклейками Я помнила Что что-то заказывала Такое Что Можно делать Вырезать Там Так А где наклейки Ага Вот наклейки В общем Видите Очень так Красочно Прикольно Мне нравится Я уже не первый раз Заказываю книжки И кстати Здесь у нас Нет русских книжек Там есть несколько Для Маленького На английском Но Наши знаете Как-то ближе Поэтому я очень довольна А вот эту книжку Я взяла себе Я ее очень ждала Видите Китайское исследование На практике Простой переход К здоровому образу жизни И на сайте Там кстати Есть такая аннотация Книжки Типа рецензии И там было написано Что Так Все Уже хочет ехать дальше Он там со своей машинкой сидит Сейчас Скоро Скоро В общем Ну Как один из совет Для того Чтобы легче перейти На правильное питание Просто Поставить Всю нездоровую еду Куда-то подальше Ну там На полочку На полочку Повыше Куда-то Для того Чтобы его просто не видеть И я это уже Так делаю Так Ну прям Вообще В общем Я уже этому советую Следую И скажу Что действительно Стало проще Потому что Мужа я ведь Все равно Готовлю Там Разное такое Пожирнее Вот И он покупает Разные сладости И я их просто Прячу на холодильник Все Мы поехали дальше Я потом Прочитаю книжку И расскажу вам О чем Не знаю Правда Когда я ее Прочитаю Смотрите Какая она Какая Толстая Еще и с закладочкой Это бы Как-то Знаете На пляже Расслабиться Почитать На досуге Ну Не знаю Будем что-то Придумывать Все Мы поехали дальше По магазинам И я еще Включусь Раз мы уже В Эверт приехали То решила заехать В Трейдер Джоус Это Супермаркет Продуктовый И говорят Что там Еда Более здоровая Чем в Волварте По крайней мере Наши родственники Постоянно там Закупаются Поэтому мне стало Интересно Тоже сюда заехать Попробовать Так что Сейчас посмотрим Что там есть Здесь все Типа органическое Это все молоко Я здесь Искала кефир И смотрите Нашла Козье молоко Такого я В Волварте Тоже не видела Но что-то дальше Идут разные Йогурты А кефира Я пока не наблюдаю Но может это Где-то в другом месте Посмотрим Ничего мы не купили Конечно У меня еще По плану В Волварт заехать Потому что Нужно Так прилично Скупиться Ко мне в пятницу Приезжает подружка Из Канады Я хочу Приготовить На три дня Я хочу Приготовить Там много всего Чтобы потом Не заниматься Готовкой И так далее Так что В любом случае Зайдем Волварт Просто Волварт Это огромный Магазин И кому Лене ходить Много И искать Более или менее Полезные продукты То здесь Конечно Считается Что Еда Более Здоровая Разница В том Что Там С добавлением Здесь Морской соли А не обычной Прям на каждой Капаковке Это написано Но В целом Продукты Одни и те же Просто Стоят В полтора Раза дороже Ну Наверное Здесь Просто Престижней Шопиться Престижней Покупать продукты Чем Волварте Но Там Дешевле Так что Я Какой-то Особой Разницы Не заметила Итак Мы приехали В Аутлет Дородок И Как видите Марк Заснул Снова По дороге И Вот Я Снова Не перестаю Восхищаться Как В Америке Все сделано Для людей Когда я В Эвероте Забила Этот адрес В навигатор То мне показалось Что на пятерке На трассе Пробка Ну я в принципе Знаю Что Сейчас уже Вечернее время Начинают возвращаться Сиэтла Обратно в пригород Работники И Поэтому Здесь всегда Вот утром Пробка в ту сторону А вечером обратно Ну как везде Да Возле большого города И Я не знала Как в навигаторе Поменять Чтобы Нас Повело По другой Дороге Поэтому Пришлось Уже ехать В эту пробку Думаю Будем стоять Сейчас Час Наверное Но Сначала Была Линия Карпула То есть Отдельная Полоса Для Машин Которых Отъехали Отъехали И Оказывается Там 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 Еще Одна Полоса Я Как-то Раньше Не обращала На нее Внимания Самая Левая Полоса Даже За Карпулом Ну она В течение Всей трассы Есть Это Полоса Для Служебных Машин Таких Я правда Не знаю Ну наверное Если включают Мигалки То мигом Все Перестраиваются Направо Там Останавливаются Уступают Дорогу В общем Эту полосу Открыли Для Обычных Машин И Там Получается Всего На две На одну Полосу Стало Меньше Чем Обычно Но Ремонтной Работы Занимают Две Полосы Но за Счет Вот этой Дополнительной Полосы Для Служебных Машин Пробка Не такая Уж Не перестаю Удивляться Насколько Здесь все Реально Сделано Для людей И Все Настолько Продумывает Для того Чтобы Облегчить Жизнь Для того Чтобы Было Удобней Не то Что у нас И все Люди Следуют Этим Правилам Безоковорочно И Это Реально Делает Жизнь Намного Комфортнее Ну Понятно Общество Более Цивилизованное И так Далее В общем Сейчас Я Люблюсь Тем Что Взяла С собой Дождусь Пока Марк Проснется И Пойдем Вот По Разным Магазинам Смотрите Стоянка В будни Вообще Пустая Вот Мы Стоим Относительно Недалеко От Магазинов И тут Всего Ну Где-то Четыре Первых Ряда Вот Занято Видите Все Остальное Вообще Пустое Прикольно На выходных Здесь Конечно Когда еще Плохая Погода То Забито Прямо Под завязку Нужно Искать Место Полчаса Здесь Ездить Для того Чтобы Запарковаться Пользуясь Возможностью Я Решила Начать Читать Опа Вот и все Моя возможность Закончилась В общем Я начала Читать Вот эту Книжку И Оказывается Она Очень интересная О правильном Питании Так что Скоро Буду Рассказывать Что там Было Все Мы Проснулись Идем По магазинам Я прочитала Только введение И предисловие И решила Оставить его в машине Чтобы в такие моменты Почитывать И мое Последнее Включение В этом Влоге В первую Очередь Я хочу Всех вас Поблагодарить За доверие За то Что Подписывались На мой канал И смотрите Мои видео На моем канале На этой неделе Было Десять тысяч Человек Я этому Очень Очень рада И Знаете Это наверное Вторая цифра После Тысячи Первой Которой Блогер Стремится Которую Себе Визуализирует И Ну Вообще Которую Очень Классно Мы Отпраздновали Как Я покажу В следующем Влоге Далее Я себе Здесь набросала Список Чтобы ничего Не забыть Да Меня Некоторые Просили Снять Влоги Поэкспериментировать Попробовать Снять Влог На украинском Языке Я думала Что можно И на английском Как вы К этому Относитесь Было бы Ли вам Интересно Послушать Влог На другом Языке Я понимаю Что Не все Наверняка Поймут И Сомневаюсь Что у меня Будет время Подписывать Титры Субтитры Чтобы Все могли Прочитать Так что Напишите мне Под видео Больше За Или больше Против Также Насчет Моего Питания Похудения И так далее Вообще Вообще Я Достаточно Редко Показываю Что я Готовлю Во влогах Хотя Некоторые Об этом Просили Но Если вам Интересно То вы Можете Подписываться На мой Инстаграм Я там Бойка Лилия И Я туда Достаточно Часто Выставляю Что-то Из еды Какие-то Принципы Своего питания Описываю Так что Вот Приглашаю На мой Инстаграм Там Сможете Черпать Какие-то Идеи Для Рецептов Ну и В принципе Следить За тем Чем Я Питаюсь Я Решила Еще Завести Себе Такое Правило Что Как вы Знаете Даже На правильном Питании Раз В неделю Обычно Позволяется Сделать Себе Такой Чит Мил То есть Устроить Себе Расслабон И Насладиться Какой-то Запретной Пищей Ну Например Тортиком Конфетки Поесть И так Далее Обычно Это На выходных Берут Какой-то День Когда Выходят Семьей Куда-то В кафе В ресторан И я Решила Что я Буду Устраивать Себе Такой Праздник Для Желудка В гостях Потому что Ну Хотя бы Раз в неделю Мы Обычно Бываем У кого-то В гостях Там Из родственников Или там Еще Кто-то Приглашает И Там Всегда Есть Что-то Сладенькое Чтобы Это Не Попробовать Поэтому Я Решила Завести Себе За Правило Себе В магазине Ничего Не Покупать Там Не Заказывать Да То есть Когда Я Могу Еще Как-то Себя Контролировать Но Если Я В гостях То Я Себе Там Ни В чем Не Отказываю Единственная Проблема Что Обычно В гости Приглашают Вечером И Это Конечно Не Очень Хорошо Лучше Что-то Вредное Съесть Утром Особенно Калорийное Да И Чтобы Потом Сжечь За день Эти калории Но Так уж И быть Посмотрим Как это Будет Утром По гостям Обычно Не ходим Еще А Ну да За Это Время Я Начала Со 104 Фунтов Это 9 на 2 В килограммах То есть Примерно Сколько Нет 0,41 Фунт Это 0,45 Килограмма То есть Чуть больше Чем На 2 Нужно Разделить В общем Сейчас Я вешу 99 И вот Стрелка весов Дальше уже Не двигается И я думаю Что Это мой нормальный Уже вес В принципе И что я Больше уже Не скину Вот Так что Примерно На 100 Фунтах Мои Мой вес Остановился Но я Особо Не парюсь По этому поводу Потому что В талии Я похудела На 2 Сантиметра И с понедельника Я Начинаю Буду Участвовать В 9 Сезоне Бешеной Сушки Со Смольным Да Я много Слышала Об этой Программе И мне Естественно Самой Стало Очень интересно Попробовать Конечно Может Меня оттуда Выгонят После Первой Недели Знаете Там Каждую Неделю Есть экзамен Если ты его Не проходишь То все С концами Вылетаешь Вот Так что Мне конечно Очень хочется Продержаться Целый месяц Я надеюсь Вы будете Держать За меня Кулачки И я Буду Постить В инстаграме О своих Каких-то Результатах Может Какими-то Упражнениями Делиться Вот Так что Да Со следующей Недели У меня Будет Очень жесткий График И по питанию Наверное Бесчит мило Хотя Не знаю Какие там Условия И по спорту И я Естественно Сделаю Все замеры Фотографии Может даже Видео До И после И потом По окончанию Уже Выпущу Отдельное Видео Там Полностью Со своими Впечатлениями Ну а Во время Влогов Следующих Буду Тоже Комментировать Как Как в процессе Движется Это все Вот И вроде Как Это все О чем Я хотела Рассказать Я Сейчас Готовлюсь К приезду Своей подруги Мирославы Она Приедет в гости Из Канады Ко мне На три дня Так что В следующем Влоге Мы наверняка Поедем В Сиэтл И будем ходить Там по разным Достопримечательностям Хотя погода Обещает быть Очень неприятной У нас дожди И холодно Но Что поделаешь Будем как-то Из этой ситуации Выходить Вот Так что Уверена Следующий влог Будет очень интересным Жду ваши комментарии Под видео Всем спасибо За внимание И до встречи В следующих видео Пока-пока